Годы Великой Отечественной войны дали миру, немало героев и храбрецов. Но помимо отваги и героизма, в ту пору, было и немало явлений предательства. В сущности у каждого были свои мотивы для измены. Кого-то вели соображения личной неприязни, по отношению к советской власти, кто-то, переходил в стан к врагу из малодушия и трусости. Иные же, действовали по зову сердца. Именно к таким, идейным предателям, можно отнести и артиста, Всеволода Блюменталь Тамарина. Всеволод Блюменталь Тамарин, родился в известной актерской семье, в 1881 году. Его отец, был именитым театральным режиссером, а мать актрисой. В нищете, никогда не жил. Семья, пользовавшаяся славой и авторитетом в царской России, при советах не была репрессирована. Больше того матери Всеволода, Марии Михайловне Блюменталь Тамариной, даже посчастливилась стать народной артисткой СССР. Любопытно, что она была одной из первых, кто получил эту высокую награду, в молодом социалистическом государстве. Впрочем, вопреки благосклонности советской власти, к именитой актерской семье, Всеволод очевидно с самого начала был настроен к коммунистам, исключительно негативно. В годы гражданской войны поддерживал Деникина, активно приветствовал его войска в Харькове. Харьковское актерство, которое возглавлял отдыхавший под Харьковом на своем хуторе, Всеволод Блюменталь Тамарин, решила устроить большой праздник, в честь прихода добровольческой армии. Затеяны были грандиозный концерт в цирке, и ряд вечеров в других театральных помещениях. Блюменталь Тамарин, верхом на белом цирковом коне, с огромным трехцветным флагом на пике, с большой церковной кружкой у седла, разъезжал по городу, собирая пожертвования для освободителей Родины. Позже, когда Деникинская армия отступила, Блюменталь Тамарина арестовали. Был большой скандал, замять который, удалось только благодаря личному вмешательству Луначарского. На странности в поведении артиста закрыли глаза, списав все на впечатлительность и нервозность творческой натуры. А в 1926 году, с большой помпой, отпраздновали 25-летний юбилей творческой деятельности, Блюменталь Тамарина. Присвоили звание заслуженного артиста, со сцены его поздравляли первые лица партии. Но как видно все это, не возымело большого эффекта, и артист в глубине души, оставался закоренелым антисоветчиком. В ноябре 1941 года, немецкие войска вошли в подмосковную Истру. Где в то время, находился Блюменталь Тамарин. Известно, что он не боялся прихода в город гитлеровских армий. Так как был по своему происхождению наполовину немцем, и искренне считал, что его не тронут. Более того, он предложил оккупантам, свое содействие в свержении советской власти. Блюменталь Тамарин, был человеком с недюжинными способностями, прытким умом и богатой фантазией. И весь потенциал своей одаренности, он решил предоставить в распоряжение нацистскому режиму. Например, занимался тем, что ставил антисоветские спектакли, на оккупированных территориях. Но по-настоящему дьявольское коварство Блюменталь Тамарина, раскрылось в следующем. За долгие годы советской власти артист, изначально очень склонный к жанру пародии, здорово поднаторил в том, чтобы подражать голосам первых лиц страны. Особенно, конечно, Сталину. Блюменталь Тамарин, научился идеально снимать сталинский грузинский акцент, повторять особенности дикции, учитывать лексическую специфику речи Иосифа Виссарионовича. Отличить его игру от речи настоящего Сталина, было весьма непросто. Этим и воспользовались немцы. Блюменталь Тамарин, начал выступать по радио с вымышленными новостями, где от лица Сталина, рассказывал о скором неминуемом поражении СССР, зачитывал вымышленные постановления, и прочую откровенную дезинформацию. В Москве, это предательство Блюменталь Тамарина не оказалось незамеченным. В 1942 году, его заочно приговорили к смертной казни. Но до скамьи подсудимых, предатель так и не добрался. 10 мая 1945 года, его нашли мертвым в Мюнзингене, в Швейцарии. Принято считать, что он свел счеты с жизнью. Но есть все основания предполагать, что предатель был ликвидирован советскими спецслужбами.